Тогда поговорим о еще одном направлении, и я примерно знаю, за какой вариант ответа, если голосовал, конечно, вот в первом, во время пленарного заседания, Алексей Геннадьевич Дюмин, временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области, я думаю, все-таки, наверное, вот в первой пленарке вы голосовали за первый вариант, там, где оборона, и поскольку Тульская область это прежде всего ВПК, но я про пряники не спрашиваю, я понимаю, эти шутки уже, наверное, набили оскомину, Но, тем не менее, ВПК, здесь может ли дать определенный драйвер роста вообще экономики, но если мы говорим через развитие региона, станет ли это определенным таким потенциалом и в ближайшие 10 лет? Спасибо за вопрос, добрый день, уважаемые коллеги, ну, что хочу сказать моего голосования, не только я голосовал, но и вся моя команда, которая здесь присутствует, естественно, проголосовали за первую позицию, это понятно Что касается роли ВПК в сфере экономики Тульской области, то это, естественно, с учетом 35% всей оборонной промышленности, которая находится в Тульской области, естественно, для нас это определенный толчок, естественно, для нас это такие стратегические запасы по всем показателям Но я бы сейчас хотел бы немножко о другом Символично, что мы с вами обмениваемся успешными практиками на выставке достижения народных хозяйств И, может быть, сегодня мы придем к каким-то новым достижениям Это, безусловно, факт Говоря о новых точках роста, всегда нужно считывать имеющие ограничения Скажу честно, несколько дней назад мы провели заседание Совета по стратегическому развитию области Где все главы муниципалитетов в один голос сказали, что на сегодняшний день состояние бюджета говорит о том, что речь можно вести только о содержании, но никак не о развитии области Отчасти они правы, внешние ресурсы ограничены, приходится изыскивать внутренние, поэтому стараться добиться максимальной эффекта для жителей региона Задача непростая, но сложная, но выполнимая Так, в Тульской области уже не первый год реализуется проект «Народный бюджет», которым мы гордимся И опытная реализация которого готова поделиться с другими регионами Он объединяет ресурсы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, средств благотворителей и средств, самое главное, самих жителей, которые вкладываются в данную программу В чем суть этого вопроса? Все жители области имеют возможность получить софинансирование из регионального и муниципального бюджета на требующие перерученные ремонтные объекты, инфраструктуры, кроли домов, водопроводы, другие сети При этом они не только вкладываются в проект «Собственные деньги», но и лично участвуют в данном проекте своим контролем, непосредственным участием Отмечу, доля средств собственных граждан, как правильно, незначительная, всего несколько процентов Еще до 10% вкладывается местный бизнес Более 10-20% берется из средств муниципального бюджета Область выделяет в среднем порядка около 70-75% Получается, что вклад граждан небольшой, но контроль за использованием средств страны значительно более тщательный, чем обычно Такой подход делает их более активными, заинтересованными Люди чувствуют себя хозяинами своей судьбы И попробовать там какой-нибудь компании куда-нибудь вправо-влево в сторону отойди, когда есть такой контроль Это сразу же становится явным Практика эта не уникальна, но в Тульской области проект «Нордный бюджет» один из самых масштабных в стране Так, за 2011-2015 год по народному бюджету реализовано почти 3000 проектов на сумму более 2 миллиардов рублей Конечно, здесь сидящие коллеги могут сказать, что эта сумма незначительная, но для Тульской области это достаточно серьезная цифра Уверен, такие проекты требуют особого внимания и развития Наша сессия, коллеги, называется «Точки роста региона» Я хотел бы также поделиться тем опытом, который мы получили, работая совместно с агентством стратегических инициатив По выявлению таких точек в формате подготовки стратегии развития региона В марте мы с коллегами представили Тульской общественности свое видение путей развития региона Затем вместе с ведущими экспертами и активными жителями Тульской области при поддержке коллег из ОСИ Разработали основные направления деятельности Тульской области на ближайшие 5 лет И сейчас совместно с агентством стратегических инициатив приступили к стратегии создания развития региона до конца 1935 года Эта стратегия предусматривает достижение нескольких главных целей Какие они? Первое. Это развитие высокотехнологичных производств на базе существующих и новых предприятий Это и комплекс мер по технологической инфраструктурной модернизации И создание принципиально новых производств Второе. Построение конкурентоспособной среды для ведения бизнеса Это в первую очередь такие институты, как особая экономическая зона Индустриальный парк, создание регионального фонда развития промышленности Взаимодействие с институтами поддержки малого и среднего бизнеса Стимулирование наших местных экспортеров Это вообще один из наших главных приоритетов Проактивная работа с федеральными институтами развития Третье. Создание инновационного центра подготовки инженерно-технических кадров для российской промышленности Это направление, кстати, нашло большую поддержку в общественности области Тула традиционно промышленный регион И проблема кадров актуальна для многих Это мы сейчас с вами возвращаемся к теме голосования Четвертое. Развитие нового центра туризма Это очень перспективное направление с огромным потенциалом Мы будем развивать традиционные формы привлечения туристов Те же музеи и усадьбы, которые сейчас для иностранных туристов стали объектом притяжения, объектом внимания И, конечно, другие новые виды туризма Например, индустриальный туризм Сейчас порабатываем форму оружейного туризма Когда туристические группы могут перейти на закрытые оборонные предприятия И в пределах допустимого посмотреть сборку Как собираются те же самые панцири Как собирается мощное оружие, которое сейчас активно применяется в борьбе с террористами Пятое. Формирование устойчивой продовольственной базы агропромышленного комплекса Хотя вклад сельского хозяйства в областной бюджет Тольской области небольшой Всего лишь 7%, но потенциал для этого есть И шестое. Построение комфортной среды для жизни Или, попросту говоря, достойной жизни на малой родине Люди хотят жить и работать на родной земле Они устали ездить на заработки в Московскую область, в Москву И мы должны создать все условия для того, чтобы была комфортная среда Для того, чтобы наши жители находили свои рабочие места непосредственно на малой родине Для нас важно, что практически каждое из этих направлений предполагает реализацию успешных практик Агент стратегических инициатив В первую очередь это инвестиционный климат Спасибо коллегам за инвестиционный стандарт, который мы внедрили на пилотном этапе То есть одни из первых И дальше мы не стоим на месте Активно подключаем муниципалитеты Внедрен так называемый муниципалитетный стандарт В каждом районе создан специальный обученный человек, который занимается инвестиционным рейтингом Который предназначен и задача, и специфика его Это повышение качества работы как с инвесторами и предприятиями, которые уже работают в области И с теми инвесторами, которые хотят зайти в область Но привлечение инвестиций и создание новых производств невозможно без главного залога успеха инвестора Профессиональных кадров Как бы мы сегодня не улучшали инвестиционный климат Как бы мы не привлекали внешних экспертов Носителей уникальных технологий для развития региона Особое внимание нужно уделять образованию В большей степени профессионально ориентированному образованию На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение с госкорпорацией Ростех По созданию уникальной образовательной среды в центре города Тулы Будет создан корпоративный университет Ростеха Площадка для проведения корпоративного чемпионата WorldSkills Кстати, приглашаю всех на открытие Есть и проекты на будущее, реализация которых тоже уже не за горами Например, проект GeoScan Создание 3D-моделей территории Технология позволит проводить мониторинг эффективности использования земельных ресурсов Вести более четкое территориальное планирование И предотвращать самое главное чрезвычайные ситуации в области Уверен, что все остальные проекты национальной технологической инициативы Это реальный потенциал не только для развития Турческой области Но и для страны в целом И в своем заключении я хочу также присоединиться к поздравлениям Поздравить агентство стратегических инициатив Вы уже не так молоды Вы уже много делаете Много сделано Сделано у вас И мы конкретно чувствуем эти результаты вашей работы Непосредственно на нашей территории Поэтому с праздником Всего вам самого хорошего Спасибо Спасибо вам Спасибо Спасибо